Здравствуйте, ребята! Сегодня я не просто расскажу вам банальную тему по химии, а обещаю вам, что после просмотра данного ролика вы будете обладать всеми теми вычислительными навыками, которые получает ученик седьмого класса на протяжении всего учебного года. Предлагаю начинать! Поехали! А теперь информация для тех, кто увлекается химией или готовится к экзаменам по этому нелегкому предмету. Хочу познакомить вас с репетитором по химии Дмитрием Прокопченковым. Дмитрий уже более 17 лет готовит учеников к поступлению в ведущие вузы России. За это время он подготовил более 400 абитуриентов. За подробной информацией о занятиях вы можете обратиться в ВК, перейдя по ссылочке в описании. С прошлого года Дмитрий Вячеславович ведет канал на YouTube. Там вы можете найти интенсивы и спецкурсы для подготовки к ОГ и ЕГ по химии, а также разборы самых сложных задач. Вам просто необходимо подписаться на канал Дмитрия для того, чтобы не упустить возможность посмотреть углубленные обучающие видео по химии. Переходите по ссылочке в описании и обязательно просматривайте ролики и подписывайтесь на канал. Итак, я предлагаю вашему вниманию задачу, которая включает все необходимые формулы, которые изучает ученик на протяжении всего седьмого класса. Внимание, задача! Молекулярная масса соединения ЕХОУ равно 102. Определите, что это за соединение и массовую долю элемента Е в нем. Если элемент находится в третьей группе главной подгруппы таблицы Менделеева, определите массовую долю соединения в растворе массой 200 грамм, содержащей 10 грамм этого вещества. Что ж, задача немного сборная солянка, но мы ее разберем подробно и я вас уверяю, что трудностей у вас за тем с вычислением не возникнет. Итак, давайте начнем с того, что вы внимательно должны изучать условия задачи и обращать внимание на детали. Любая фраза в задаче дана там неспроста. Начнем с того, что элемент находится в третьей группе таблицы Менделеева. Это важно, потому что существует такое понятие, как валентность. Мы не знаем, что за элемент у нас зашифрован под символом Е. Но мы можем предположить, какую атомную массу может иметь данный элемент, составив элементарное уравнение. Хорошо, давайте посмотрим. Если элемент находится в третьей группе таблицы Менделеева, это означает, что его валентность 3. Есть такое правило, что валентность элементов первой, второй, третьей группы частично равна номеру этой группы, то есть у лития натрия калия 1, у кальция бария 2 и, соответственно, у бора алюминия 3. Хорошо. Далее идем. Что такое валентность вообще? Это способность атома соединяться с определенным числом других атомов. То есть, зная валентность элемента, мы можем вычислить индексы в данной формуле, а затем подставить это значение для вычисления относительной атомной массы. Вот смотрите, если у нас валентность элемента равна 3, мы договорились, потому что он в третьей группе находится, валентность кислорода 2, то, пользуясь таким правилом, что, находя общее кратное 2 и 3, мы получаем 6. 6 мы делим на 3, потому что это валентность элемента, получаем 2. И 6 делим на 2, валентность кислорода, получаем 3. 2 и 3 это и будут наши индексы, которые мы поставим в нашу формулу. Можно воспользоваться более простым правилом. Если мы знаем валентности каждого из элементов, можно просто поменять эти валентности и поставить индексы. То есть, у элемента 3, значит, ставим 3 возле кислорода, и валентность 2 кислорода, значит, ставим 2 возле элемента. Теперь есть такое правило, что молекулярная масса, это сумма относительных атомных масс элементов в соединении, умноженная на количество атомов в соединении. Молекулярная масса нашего соединения равна 102. Атомная масса элемента нам неизвестна, мы поставим х. У нас 2 элемента, то есть 2 атома этого элемента, это значит 2х. Плюс атомная масса кислорода по таблице Менделеева, это 16. У нас 3 атома кислорода, 16 умножить на 3, это 48. Получаем элементарное уравнение 2х плюс 48 равно 102. Переносим х, оставляем вернее в левой части, а цифры оставляем в правой части. Таким образом, мы получаем 2х равно 102 минус 48. 2х равно 54, а х равно 27. Мы получили х. Через х мы записывали относительную атомную массу элемента, значит она равна 27. Смотрим в таблицу Менделеева. Видим, что атомную массу относительную 27 имеет алюминий, значит мы нашли наш элемент. Кстати, обратите внимание на то, что у вас номер группы должен совпадать. То есть, если мы указывали, что элемент находится в третьей группе, то проверьте, находится ли элемент, атомную массу, которую вы нашли, в третьей группе. Действительно, в данном случае все совпало. Алюминий 2О3 наша формула. Следующее действие это найти массовую долю элемента в этом соединении. Атомная масса алюминия 27. У нас 2 атома алюминия. Для того, чтобы найти массовую долю элемента, вслушайтесь, долю, что такое доля, это часть от целого, то есть целое это 100%. Какую же долю, то есть сколько процентов занимает алюминий от наших 102, то есть 102 это 100%, это относительная молекулярная масса всего нашего соединения. Массовая доля элемента обозначается символом W и равно атомная масса элемента умножить на количество атомов соединений и поделить на молекулярную массу всего вещества. Соответственно, атомная масса, так как алюминия равна 27, мы в числителе пишем 27 умножить на 2, это количество атомов алюминия, и делим на 102, это молекулярная масса всего нашего вещества. И мы в результате получаем, в результате наших вычислений, что это будет 0,5294. Чтобы перевести в проценты, нам нужно умножить на 100. Мы получаем 52,94. Либо, смотрите, что вам по условию дано, если сказано округлить до целых, то это, конечно же, будет 53%. Отлично, и с этим заданием справились. Ну и последняя, пожалуй, самая легкая часть, это найти массовую долю растворенного вещества в растворе. Если речь идет о растворе, а вы, пожалуйста, разграничивайте раствор и массовую долю элемента. Элемент от формулы, от соединения, да, мы его уже нашли, то есть массовую долю алюминия. А теперь представьте, что вам нужно приготовить раствор с определенной концентрацией. У вас есть по условию 10 грамм оксида алюминия, да, и у вас есть раствор, который весит 200 грамм. Найдите, сколько процентов занимает эти 10 грамм во всем растворе, то есть в 200 граммах. Массовая доля вещества в растворе ищется по формуле. Масса вещества поделить на массу всего раствора, заметьте, перекликается с массовой долей элемента, и умножить на 100%. Посчитайте. Я специально взяла цифры, которые не очень, ну, которые легко можно поделить и сократить. В принципе, вам в условии, может быть, что угодно, просто пользуясь алгоритмом вот этой формулой массовой доли, вы можете посчитать массовую долю любого вещества в растворе. Итак, мы получаем такую формулу. Массовая доля равна 10 поделить на 200, то есть на весь раствор, и умножить на 100%. Таким образом, мы получаем 5%. Хочу обратить ваше внимание, что абсолютно не имеет значения, какое вещество у нас растворено. Калий, хлорид, или в нашем случае алюминий оксид, хлоридная кислота, серная кислота, не имеет значения, потому что формула самого вещества не используется для вычисления массовой доли вещества в растворе. Вам просто необходимо знать массу данного вещества и массу раствора. Что же, ребята, надеюсь, вам понравилось данное видео, и я смогла разъяснить вам основные понятия и формулы химии 7 класса. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в группу ВКонтакте, а также обязательно подпишитесь на новый биологический инстаграм, там мы развели бурную деятельность. Обязательно подписывайтесь на канал репетитора по химии Дмитрия Прокопченкова. Ну а на сегодня все, всем пока!